добрый вечер друзья и доброй ночи время пол первого посидел сегодня маленько на своей вышке с воздушкой от СНД сегодня слава богу пришел фонарик вообще-то он был рассчитан на прицел вот это да но естественно ничего не подошло потому что мне наверное не подразмер не под размер поэтому сделал вниз но у меня там где-то были вот эти крепления красный фонарик не знаю там видно сейчас или нет но вещь очень хорошая лиса например она вообще не боится стрелял сегодня 26 грейн пульки вроде удачная а вроде бы и не удачная охота лиса где-то подошла часов в девять к моей вышке я вчера с дороги подобрал косулю или белокостого оленя как говорят да все уже разбито было капитально вчера положил сегодня уже осталась одна голова и ну пару ревер вот так ну я думаю точно кто-то подойдет действительно часов наверно в девять полдесят он не часов нету подошла первая лиса я пристрелился ветер поднялся очень сильный я уже видел когда я стрелял она на фонарик не обратила внимание никакого абсолютно красный фонарик она действительно очень хорошо но где-то он берет скажем так метров на 70 80 вот так я стрелял мимо где-то сантиметров пять пусть дуло просто пульку я не рассчитал потому что во первых вышке я сидел я даже не знал откуда ветер идет и она зашла на горку кто видит и видел мои те знают наверное и стоит смотрит в все стороны но второй раз я стрелял она легла где-то минут через пять она я думал сначала ветром ее снесло она скатилась вниз но я так дальше и сидел я не стал подбирать ничего ну где-то через час появилась вторая лиса вот небольшая вот такая но хорошая лисичка и и я уже с первого выстрела взял куда отселился я потому что уже подрассчитал откуда ветер и ну по-моему в ухо ну да в ухо точно и когда вот я буквально наверное полчаса назад домой зашел я сначала хотел подобрать ту лесу и она лежала я нагнулся хотел взять и и она ломанулась так быстро что я даже вообще ничего не успел пошел домой взял 17 калибру мне там белый фонарик искал 0 результата нету короче подранок ушел завтра посмотрю еще может найду я конечно наделал скунт слава богу сегодня не подходил ну подходила соседская собака мысль была вот такая нажать но не стал короче вот это ружье хатсон оно довольно неплохое как вы уже знаете у меня там отопление да там тепло я вот так сижу как сейчас одеты и ну не все прибамбасы которые у меня есть смысле я показываю да тут еще круче еще короче леса она даже не поняла абсолютно откуда выстрел первая леса а вот этой и понимать не надо было ничего ну короче охота скажем так неудачная я рассчитывал на койота но что-то они пока не хотят метет пошел снег слава тебе господи была вот такая мысль это мы посмотрим потом если выходной воскресенье пойдем на зайца уже всей семьей жена даже согласилась про дочку я вообще не говорю она и руками ногами она за быстрее на охоту хотя пока ружье нельзя и ну ладно есть вот такое у нас в канаде что канадцы они возмущаются очень сильно когда бьешь лесу лиц и они едят у фермеров там мышей ловит там еще лисиц нельзя я очень много видел ночью я сидел было так что всю ночь просидишь утром сразу с вышки вперед на работа я видел койотов вот они действительно ловит попрыгивает где-то метров на полтора вот так высоту и есть или мышь или еще чего-нибудь лисицы они да но они скажем так быстро пролетает туда-сюда косули я кстати закрепил вот этим арматуры кусочек забил потому что уже опыт у есть уже больно быстро вытаскивает но все равно так быстро за одну ночь опять почти все съели и сегодня днем я конечно видел и белоголовый гриф орлы все равно сокола вороны сороки но все равно вот так сильно сесть невозможно утром вышел да я наверно не утром а в обед с работы приехал и около мастерской вот здесь все было утоптано я думал ночью ничего чего собака вот так лает все время а выходить я вышел ружье взял с подсветкой с белой да ну на 20 метров всего снежок идет потихоньку она как сена защищает по не видно ничего похоже как раз лисицы и были ну завтра пойду посмотрю может найду лесу истин найду то то нет хотел вот эту лесу в принципе сделать с компрессором шкуры снять ну так как она уже дырочка есть это бесполезно будем ждать я думаю где-то на выходные наверно поставим петли с юлькой и потом уже попробую с компрессором потому что как мне написали что видимо я неправильно сделал в тот раз давно уже это было много лет назад должно лет пять назад точно я накачал и сразу начал снимать толку не было абсолютно никакого а говорят надо чтобы нам маленько повисела вот так надутая я думаю дислайки будут это нормально тем более последнее время не очень много хороших комментариев пишут пусть пишут если делать люди ничего в принципе еще раз говорю если вы не охотники не заходите просто на этот канал зачем он вам нужен смотрите вот рецепты вот там торты там еще чего-нибудь а то женщины пишут в основном и такие слова у елки и палты я в россии жил я такие даже не слышал ладно ребята давайте всем спокойной ночи и мы есть скоро охота пойдет до новых встреч давайте давайте посмотрим